Зелёный оазис посреди оживлённой трассы. До окончательного преображения разделительной полосы на Южном шоссе остались считанные дни. Здесь пристальное внимание каждому растению. Молодые деревья стоят на растяжках, чтобы не потеряли форму от постоянных ветров. И, как говорят агрономы, скорее укоренились. Можжевельник, туя, рябина, каштан, липа – все сорта адаптированы под самарский климат и стойко перенесут зиму. По соседству с деревьями уже красуются кустарники. В живописный парк разделительная полоса на Южном шоссе превратится уже к концу октября. Сейчас на этом участке уже закончили сажать кустарники и выравнивают грунт, чтобы потом посеять газон. Этой красотой можно будет только любоваться, а вот погулять здесь не получится. По плану не предусмотрены пешеходные зоны. Благоустраивать этот участок начали в рамках подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу. Снять старый грунт, завести чернозём, создать зелёные насаждения, установить бордюр. Работы уже завершены более чем наполовину. Общий объём – 35 тысяч квадратных метров территории. Чтобы новый зелёный парк каждый день встречал жителей и гостей города во всей красе за деревьями и кустарниками, будут старательно ухаживать. Здесь же предусмотрена система автополива, в которой регулярно будет производиться полив. Раз в неделю нужно будет стричь газон, рыхлить, подкармливать. И два раза в год нужна будет топиарная стрижка всем кустарникам для того, чтобы поддерживать те формы, которые мы создали. Денежные средства по контракту составляют около 41 миллиона рублей. После завершения работ содержание этой южной полосы, развитой полосы Южного шоссе будет передана специализированной организацией. Жители уже радуются новому облику ранее неприметного участка. Это будет более эстетично смотреться. Всё равно будут люди ехать в наш город, а уже будет красиво даже в пригороде. Я очень рада, что наконец-то здесь обустроили это место. Очень красиво. После завершения работ по благоустройству разделительной полосы, агрономы начнут подготавливать растения к зимним холодам. А к весне планируют установить здесь топиарные фигуры. Алина Чемерис, Артём Сулайманов, События.